Добрый день! Мне на обзор попала вот такая коробка Twinkly Generation 2. Это на самом деле, казалось бы, обычная новогодняя гирлянда. Необычность заключается в том, что здесь стоит 175 адресных светодиодов RGB. То есть, управляя ими с помощью микроконтроллера, можно создавать различные световые эффекты, что, собственно говоря, и делается на ёлочке. Коробка. Ну, надо сказать, что гирлянды эти не дешевые. Вот эта гирлянда стоит что-то в районе 10 и даже больше тысяч. Ну, сам дешевый вариант там что-то где-то в районе 5-8 тысяч можно найти, в зависимости от магазинов. Поэтому, конечно, с упаковкой тут люди постарались. Надо сказать, что, вообще говоря, стоимость этого дела, кстати, кто думает, что это дорого, вообще говоря, стоимость этого дела не такая уж и дешевая. В принципе, конечно, можно найти на Алиэкспрессе там небольшую какую-нибудь метровую дешевую ленту. Можно найти какой-нибудь дешевенький контроллер. Видел я в интернете, там что-то буквально за меньше тысячи рублей что-то делается. Но вообще вот реально, значит, подсчитывая затраты, например, на то, чтобы сделать какое-то полотно на светодиодной ленте, плюс микроконтроллер, там получается несколько тысяч рублей. Так что, как бы, учитывая все эти упаковки, наверное, цена кажется приемлемой. Ну, а дальше уж каждый решает, нужно ему это или нет. Тут каждый решает за себя. Новогоднее ощущение, надеюсь, она создаст дополнительно, дополнительно создаст. Итак, значит, что черная коробка TwinClin Generation 2, это новое поколение, которое от старого отличается чем? Отличается оно просто... Вот здесь стоит новая плата контроллера, то есть они что-то там поменяли. Поставили, наверное, другой микроконтроллер, который может больше программировать. Что у нас есть в коробке? В коробке у нас есть небольшая инструкция, которая расскажет, как это все дело подключается. Блок питания, крепится к нему светодиодом, сами светодиоды, вот в такой вот упаковочке они упакованы. И в коробке это шнур питания. Это шнур питания, я его сейчас попробую быстро достать. Подключить сразу не получится, потому что управляется все это дело со смартфоном. Управляется все это дело со смартфона. Значит, подключать смартфон, на него ставить приложение, приложение соответствующее, и там задают спецэффекты, по соответствии с которыми эти светодиоды будут загораться по определенной программе в определенной последовательности. То есть теоретически можно там всякие разные полосы рисовать, и просто случайное мигание установить, чем интересно. Ну, так как это RGB, можно задать практически любые цвета. Очень интересно сделано вот это дело. Вот обратите внимание, прорезиненная вещь, значит, позиционируется как ИП-44. То есть это, конечно, не 68, но в принципе это дело можно попытаться разместить даже на улице. То есть это такая, а на улице вещь уже с дополнительной защитой стоит дорого. Ну, пожалуйста. Вот даже вот по прорезиненной вещи, о прорезиненном разъеме не забыли. Вот с такой ценой вот таким образом. Это вставляется вот сюда. Дальше здесь закручивается. Разъем, чтобы все это собралось. Ну, сейчас я все это дело достану из коробки, соберу и попробую показать, как это работает на смартфоне, чтобы было видно. Сначала отделим, а потом, когда заправим елочку, покажу это на елочке. Извиняюсь, что я не знаю, что язык вам. Вот тут интересен даже корпус с микроконтроллером. Значит, одна кнопка, здесь светодиод. Это показывает режимы работы всего этого дела. Ну, даже наоборот, теснение мы сделаем клинкли. То есть, все такое под ферму. Обращать на себя внимание, значит, что они поленились даже вот на блоке питания, на блоке питания сделать ферритовые кольца нормальные. Это для защиты от помех наводки на линии. То есть, люди как бы подошли к вопросу серьезно. Ну, вот такая коробка, вот такое содержимое. Посмотрим, насколько это все будет хорошо и красиво мигать. Для начала покажу вам, как вообще, что появляется изначально. То есть, вот сейчас пока еще управление со смартфона не настроено. Просто собрано все включено. Вот просто нажимаю на кнопку переключения. И уже можно установить несколько разных режимов работы. Вот, посмотрите, пожалуйста, видите, светодиоды могут светиться в таком режиме. Разумеется, когда ныряется елка, все это будет еще интереснее. Тут у нас пока сейчас светодиоды просто горят разными цветами. Вот, есть вот такой вот режим, например. Это явно что-то где-то у нас меняет. Не очень хорошо заметно. Попробуем вот так показать. Вот, пожалуйста, светодиоды меняются. Другой еще режим. Опять же, тоже изменение цветности светодиодов. Вот, пожалуйста, вам случайное заполнение. Вот, вот уже несколько разных программ есть. К этой, кстати, вещи имеется еще дополнительный донгл. Но у меня его нет. Значит, этот дополнительный донгл позволяет настроить игру под музыку. То есть, работает как цветомузык. Можно устроить себе новогоднюю цветомузыку на елке. Но для этого нужен специальный дополнительный еще приборчик. Он цепляется к любому USB. И дальше потом врубаете музыку. И он через Wi-Fi все это дело управляет. Так, ну вот. Уже устроены программы. Вызывают определенный интерес. То есть, это как минимум необычно. Не так, как обычная елка горит. Одними и теми же программами. Тут можно задать самые разные программы. Так, какая больше понравится. Посмотрим, как это все на елке будет гореть. Но, самое интересное в том, что с помощью приложения можно еще и самому задавать спецэффекты. И плюс еще кучу разных программ наскачивать. Сейчас попробуем еще и это дело посмотреть. Посмотреть, как это будет выглядеть на елке. После того, как гирлянда была настроена, подключена к Wi-Fi, все было включено, можно попробовать посмотреть, на что она способна. Конечно, на елке это все будет видно лучше. На елке это еще не разместили. Но уже можно посмотреть, что с помощью смартфона можно устанавливать разные программы. Плюс это все можно редактировать и менять, создавая свои собственные спецэффекты. Вот сейчас я на ваших глазах меняю, устанавливаю разные программы. И все это меняется. А можно вообще создавать собственный спецэффект, зажигая светодиоды так, как нравится именно вам. Вот такие интересные получают спецэффекты. Дальше посмотрим, как это все выглядит на елке. Ну и вот как все это выглядит, когда гирлянда установлена на елку. Вот сейчас установлен эффект райнболу. И сейчас я попереключаю эффекты. Вот, пожалуйста, флаг. Эффект выглядит вот так. Теперь переключаем на змейку. Прижал змейка. Как в качестве примера. Переключимся на вот такой эффект. По диагонали у нас бегают. Вот елочки. Можно еще включить вот такой, например, эффект. На самом деле эффектов несколько десятков. И переключаться между ними можно сколько угодно. Но самое интересное, даже не это, а то, что при желании можно взять и самостоятельно нарисовать, например, какое-то включение, даже включить его воспроизведение. Вот сейчас будет мигать. Как бы я задаю сам включение светодиодов в разном режиме. И они между собой переключаются. Вот такая система. Сейчас вернемся назад к эффектам. Вот вернулись опять. Эффекты различные. Происходят переключения. Я переключаю эффекты, а они тем временем меняются на елки. Можно установить, пожалуйста, просто мигание. Безо всяких режимов тут случайно мигание. Так как ржи без светодиода стоят, соответственно, они мигают. Мигают в разном совершенно стиле. Вот, пожалуйста, можно сделать что-то необычное такое. В виде круга. На елке это самят, конечно, не очень. Но, тем не менее, вращающиеся ножки. Вот сейчас можно будет вращаться. Вот обратите внимание по кругу, как бы идет вращение. Вот такая получается елка с хумной гирляндой Твинкли. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok